Всем привет, дорогие друзья! Меня как и раньше зовут Юрий, а вы смотрите Инженерные знания. Проект, который делает науку интересной, проект, который делает техническую науку применимой в жизни. В этом ролике мы поговорим про киноляпы, ну а точнее про физику в кино и про то, как наши режиссёры и создатели фильмов видят физику в кино. Для всех для нас будет интересно поискать физические ляпы в фильмах, будет интересно поискать какие-то заковырки, тем самым потренировать свою внимательность, а заодно научиться лучше понимать физику. К сожалению, ввиду некоторых ограничений мы не сможем показывать кусочки реальных фильмов и их фрагменты, но мы покажем кадры из этих фильмов, покажем кадр того момента, где мы нашли ляпу. Ну и я надеюсь, это никоим образом не помешает сделать ролик интересным, и очень надеюсь, что ролик вам понравится. Ну а если ролик вам понравился, конечно же, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться, потому что подписки для нас очень и очень важны, ровно как о лайке. Ну и продолжаем смотреть и наслаждаться. Если вы посмотрите большинство фильмов, большинство боевиков, большинство боевиков, на которых росли люди нашего поколения, который родился в 85-90-х, вы наверняка найдете просто море ляпов. Что уж говорить про современные фильмы. Ну а фильмы типа Человека-паука или там Мстителей, любые другие вот такие вот супер-пупер блокбастеры про супер-пупер героев содержат всегда кучу просто совершенно нереальных событий, которые совершенно невозможно объяснить с физической точки зрения. Ну а давайте составим такой небольшой топ ляпов, давайте составим для начала топ-5. А если вам понравится, обязательно пишите про это, и мы продолжим снимать в этом формате. Знали ли вы, что в холодильнике можно спрятаться от ядерного взрыва? Ну, наверное, не знали. А на самом деле можно. По крайней мере, так считают создатели фильма «Индиана Джонс». В одной из серий этого приключенческого фильма наш главный герой, Индиана Джонс, переждал ядерный взрыв в холодильнике. Если вы смотрите наш канал, вы наверняка видели ролик про радиацию, он где-то вот здесь вот сейчас появится, можно его нажать и посмотреть еще раз. И вы знаете, что такое радиация, что такое радиоактивное излучение. А радиоактивное излучение скратко представлено альфа-частицами, бета-частицами и гамма-излучением. И если холодильник еще в теории мог уберечь нашего главного героя от альфа и бета-частичек, которые представлены, собственно, свободными частичками, летающими, ну скажем так, в свободном пространстве, и холодильник мог стать неплохой преградой от этого излучения, то от гамма-излучения холодильник помог бы очень даже вряд ли. И скорее всего наш дядя Джонс зажарился бы в холодильнике, как курица на Рождество в духовке. А все потому, что для того, чтобы качественно остановить гамма-излучение, нужно делать холодильник из свинца, а как известно, свинцовых холодильников не бывает. И вот, пожалуйста, один из первых довольно забавных смешных ляпов, который показывает, что переждать ядерный взрыв в холодильнике нельзя. Ну а теперь вспомним, что такое пулемет. Пулемет — это огнестрельное оружие, у него приличная сила отдачи. Сила отдачи такая, что удержать его практически невозможно. Кто стрелял из огнестрелов, примерно представляет какая-то сила отдачи. Даже пистолет Макарова бьет по руке так, что... Ну, скажем так, девушке уже удержать такое оружие было бы в какой-то степени сложно. Правда, девушки, конечно, бывают разные. Но факт в том, что оружие имеет приличную отдачу. Это обусловлено в том числе третьим законом Ньютона, который мы, кстати говоря, тоже изучали на страницах нашего канала. Ну а теперь представьте, что даже не Терминатор, который является у нас супермашиной, даже не какой-нибудь суперробот, просто самый обычный человек, просто обычный ветеран войны в Вьетнаме Рэмбо, удерживает этот пулемет, стреляет из него с рук, стреляет из пулемета, который должен стоять на подставке, и при этом попадает стоя ста выстрелов. Ну, серия фильмов про Рэмбо, она в принципе очень качественно нарушает физические законы. И если вы смотрели её, то несмотря на прекрасную картинку, несмотря на прекрасную проработку сюжета, несмотря на отличную игру Сталлоне, я сам очень люблю эту серию фильмов, мы всё время сталкиваемся с такими вот физическими обманками. Я бы не хотел критиковать этот фильм как фильм, потому что именно как фильм он снят прекрасно, и он мне очень нравится. Но с точки зрения физики, вот такие вот примеры, вот один из примеров, это пулемёт, который стреляет из рук и попадает стоя ста выстрелов у врага, конечно же демонстрирует, что физики в этом фильме просто не существует. Ну, а следующий на очереди фильм Армагеддон. И что же произошло в этом фильме? А в этом фильме у нас к Земле летит астероид, и, конечно, бравая команда молодцев отправляется на этот астероид для того, чтобы астероид бабахнуть ядерной бомбой. Конечно же, сам по себе сюжет в этом фильме немножко такой сразу фантастический, но даже если опустить все фантастические фрагменты, и посмотреть то, что там происходит, мы увидим две интересных сцены. Первая сцена — это притяжение астероида, то есть команда бравых молодцев усаживается на астероиде, привозит какой-то трактор, и с помощью этого трактора прокапывают там дырку, которая потом закладывает ядерный заряд. А второе — это взрывы, которые происходят на астероиде. Ну, и то, и то, я думаю, вы понимаете, что значит. Взрывы — это... Ну, пускай сам взрыв в теории возможен, а вот огонь, который горит в вакууме, ну, это замечательно. Посмотрите наш ролик про огонь, посмотрите, что мы там рассказывали про этот тип материи, и вы поймёте, что огонь без окислительной среды существовать не мог. Однако в фильме он существует. Ну, ладно, опустим эту проблему. А следующая проблема — это притяжение. У нас тоже был ролик про гравитацию, мы рассказывали, что это такое, и как осуществляется притяжение к Земле. И не только к Земле, а и к другим телам тоже. И вот, как вы видите, у нас есть маленький-маленький астероид, и на этот маленький астероид привезли гигантский трактор. Вот в гигантский трактор забрались пять мужиков, а не сверлят дырку, чтобы заложить бомбу. Трактор прекрасно ездит и не отлетает почему-то в пространство, и не притягивается к Земле, которая рядом, и которая является более массивным телом, имеющим большую массу, и который должен был притянуть как раз этот трактор к себе. Но создатели фильма почему-то решили, что это вот так. Кстати говоря, по этому фильму в НАСА изучают ошибки физические, изучают ляпы, изучают физику космоса. И есть там контрольное задание, которое предлагается студентам, выпускникам. Они должны в этом фильме найти как можно большее количество физических ляпов. Всего их там насчитано 168, и если человек находит все 168 ляп, он получает, естественно, высшую оценку и считается специалистом. Можете посмотреть на досуге этого фильма, поискать заковырки. Те заковырки, которые вы найдете, мне будет очень интересно увидеть в комментариях. Я-то их все не находил. Как взорвать автомобиль? Ну, я, к счастью, этим ничем не занимался, и вам не советую, и никакими советами это ни в какой степени не является. Но для того, чтобы произошел взрыв, нужно иметь какой-то замкнутый объем, и нужно иметь какое-то топливо, которое начнет возбуждать огромное количество газов. Эти газы упрутся в замкнутый объем, и произойдет бабах. Как взорвать автомобиль, по мнению голливудских режиссеров? Бросаем автомобиль в зажигалку, и через несколько секунд все полыхает. Происходит просто такой неконтролируемый выброс энергии. Один за другим взрываются какие-нибудь бочки, которые старают рядом. Там такое происходит во многих фильмах, даже там вспомним великолепный фильм «Правдивая ложь», и там вот эта вот картинка демонстрирует, что буквально от одной спички все взлетело на воздух. Конечно же, огнеопасность никто не отменял, конечно же, есть легковоспоменяющиеся жидкости, конечно же, есть летучие соединения, но физика говорит нам о том, что такого существовать в принципе не могло. Для того, чтобы эта картина стала реальной, наш герой должен был не бросать зажигалку в автомобиль, а подойти и поджечь фитиль, который опущен, например, в бензобак. Вот тогда в теории, и то далеко не факт, такое могло произойти. Но в любом голливудском фильме вы обязательно найдете кадр, в любом боевике лучше отметить, когда бросают зажигалку в автомобиль, бросают какую-нибудь там горящую бутылку в автомобиль, и все взлетает на воздух. Физика отрицает это, и на самом деле такого быть в принципе не могло. Могло быть нечто похожее при некоторых других условиях. Ну и напоследок вспомним фильм «Скорость». Для того, чтобы произошло трагедии, герои должны двигаться на автобусе со скоростью не меньше 80 км в час, нигде не останавливаться. Наш уважаемый Киану Ривз, он же Нео, в очередной раз нарушает законы пространства и физики, гнет ложки взглядом, и в данном случае каким-то чудесным образом они со своей подружкой перепрыгивают пропасть на этом автобусе. Те, кто занимался горным велосипедом или какими-то такими активными видами механического отдыха, назову их так, понимают, что для того, чтобы долететь с одной стороны пропасти на другую сторону пропасти, нужно иметь соответствующую начальную плоскость, чтобы у нас парабола получилась такой, что конечная точка у нас лежит в том пространстве, куда нам нужно было приземлиться. На этом построены все экстремальные виды спорта, на этом построен горный велосипед в частности и Дёрд в частности. Так вот, когда мы прыгаем, мы пытаемся развить такую скорость таким образом управлять велосипедом, чтобы приземлиться в нужную точку. Так вот, почему-то в фильме «Скорость» забыли, что такие законы существуют. Там есть эпизод, этот эпизод, кстати говоря, рассматривали разрушители мифов, все вам знакомые и любимые, и вот в этом эпизоде наши герои перемахивают на автобусе через пропасть. И делают они это весьма посредственно. Во-первых, не было никакого вылета, для того, чтобы автобус вылетел на нужное расстояние и поднялся на нужную высоту. Во-вторых, скорости для того, чтобы перелететь в такую пропасть, просто бы не хватило. Но у героев, конечно же, все получилось. И когда мы даже смотрим на кадр, построенный режиссером, мы видим, что автобус теоретически должен был упасть в эту пропасть, в эту яму провалиться. Но, конечно, такого ничего не произошло. Опять же, хочу сказать, что я не ругаю этот фильм. Фильм великолепный, снят отлично. Картинка классная. Кадры построены просто замечательно. Сюжет держит напряжение. И актерская игра, конечно, тоже на высоте. Но опять, с точки зрения физики, все подкачало. Ну что же, всем спасибо за внимание. Получился вот такой вот ролик. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, такой формат вам по душе. И такая тематика вам тоже понравилась. Обязательно пишите про это в комментариях. Обязательно пишите свое мнение. Не забывайте подписываться на наш проект, ставить лайки, делиться этим роликом. Ну и если есть какие-то пожелания по тематикам дальнейших выпусков, не забывайте про это. Писать мне в социальных сетях. Добавляйтесь мне там в друзья. Пишите в комментариях под этот ролик. И мы будем ориентироваться в представлении контент-плана. И на ваше желание тоже. Я помню, что у нас там в долгах висит ролик по тангенсам и катангенсам. Обязательно его сделаем. Помню, что Никита, наш подписчик, просил сделать ролик про бензин и дизель. Тоже обязательно дойдем до этого. И несколько других роликов там просили сделать. Это очень приятно, что вам это интересно. Очень приятно, что вы приведете какую-то активность. Поэтому никогда не забывайте писать свое мнение. И обязательно пишите, что вы хотите видеть дальше. Всем еще раз спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok